В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Стабилизация на валютном рынке страны, модернизация производств. Глава государства посетил сегодня предприятие «Керамин». Минск москвичам. Дни белорусской столицы открылись в Москве. Во Всероссийском выставочном центре развернулась выставка-ярмарка наших товаров. Более 70% интернет-магазинов работают с нарушениями. Министерство торговли провело мониторинг реализации товаров по сети. В 40 метрах чистого искусства в Гомеле появилась галерея граффити, посвященная чемпионату мира по хоккею. Модернизацию предприятий нельзя останавливать. В первую очередь это поможет белорусским производителям осваивать новые рынки. Об этом сегодня заявил президент во время посещения предприятия «Керамин». Александр Лукашенко ознакомился с финансово-экономическим положением дел, выпуском здесь новой продукции и современными технологическими процессами по ее производству. Более 60% «Керамин» отправляет на экспорт, а собственная товаропроводящая сеть предприятия охватывает не только Беларусь, но и страны СНГ. «Поскольку есть спрос на вашу продукцию, тогда был больше, сегодня меньше, в кризисные времена, мы договорились о том, что надо модернизироваться. Если отстанем, то через пару лет не продадим продукцию. Поэтому первый вопрос сегодня на вашем предприятии – это модернизация. Вроде бы деньги тратите немалые на то, чтобы совершенствовать производство, но останавливаться тоже нельзя. Совершенствование производства, новые линии, модернизация, чтобы не отстать от соседей. Вот мне говорят, 4 завода Россия ввела вчера, завтра еще 3. Уже избыток появляется вашей продукции на наших традиционных рынках. Продавать все будет тяжелее. Поэтому надо модернизация, надо мозги включать, чтобы привлечь покупателей. В вашей продукции мир будет нуждаться всегда. И потребности будут возрастать. Но, к сожалению, на наших традиционных рынках сегодня избыток подобной продукции. Продавать все сложнее. Плюс кризис, который сегодня особенно у наших импортеров, у наших предприятий, государств, которые закупали у нас продукцию. Но вы еще как-то, не перехвалить бы вас, барахтаетесь. Нет падения производства к уровню прошлого года в денежном выражении. Нет падения продаж в денежном выражении. Вы производите на одного человека, реализуете на одного человека приличные объемы. В этом году руководство ваше обещает 55 тысяч долларов на одного человека реализованной продукции. Мы ставим задачу, чтобы по стране к концу пятилетки было 60. Вы, конечно, этот показатель превзойдете. Конечно, не очень у нас сейчас время хорошее для модернизации, поскольку кризисные явления и в Европе, и в Америке. Но в Америке меньше. Чуть меньше в Азии, но то же самое. Ну а Россия и другие постсоветские республики просто обвалились. Но, тем не менее, я требую, чтобы не останавливались. Чтобы модернизация отошла, потому что с кризиса выйдет рано или поздно. Но тогда будет очень сложно разворачиваться. Для удешевления производства, по словам главы государства, необходимо быстрее переходить на использование отечественного сырья вместо импортного. Это также поможет решить проблему и с валютой. Сегодня ситуация на финансовом рынке Беларуси стабилизируется. То, что у нас нет, то, конечно, мы будем покупать для вашего производства. То, что мы можем сделать, там на Доломите, еще где-то, вы ставьте задачу. Ставьте эту задачу, требуйте от правительства, и я буду поддерживать вас на этом плане. Но мы будем вас поджимать, чтобы вы использовали собственные ресурсы. Для чего? Ну, самое главное, мне как президенту важно, что вы дадите работу другим предприятиям. Вы поднимете другие предприятия, коль на их продукцию будет спрос. Это очень важно. Во-вторых, это значительно дешевле. Почему мы должны закупать где-то пески, глины, к примеру, коалин и так далее, и кормить других людей? Мы это должны у себя производить. Ну, и это валюта. Та проблема, которую мы все время героически пытаемся решить. Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую, не делайте этого, не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу не допустить никаких обвалов. И мы видим, что ситуация стабилизируется. Поэтому не надо бегать. Но причина ведь здесь, в производстве. Надо использовать свои ресурсы. Деревообработка. У нас лес не вырубается. Сто процентов спелый. Для того, чтобы произвести для строительства необходимый товар. И для того, чтобы произвести мебель. У нас это производство развито. И леса у нас перестаивают. Поэтому надо усиливаться. Поэтому все деревообрабатывающие предприятия сегодня интенсивно модернизируются. Там, где начальники этого не понимают, вы видели в Борисове, что произошло. Точно так будет и на других предприятиях. Должны прийти те люди, которые понимают, что надо делать. А если не понимают, то должны делать то, что им скажут другие. Но тем более, если президент принимает решение и кому-то, знаете, не хочется выполнять, то лучше сам уйти тихонько, чтобы я тебя или в тюрьму не сажал, или куда-то не отправлял. Вот простая логика житейская. Дни Минска открылись в российской столице. Сегодня у главного входа во Всероссийский выставочный центр развернулась выставка-ярмарка белорусских товаров «Минск к москвичам». Там представлены мясные, молочные, рыбные и кондитерские изделия, продукции легкой промышленности и народных промыслов. На открытой площадке образцы нашей дорожной и строительной техники. Кроме того, в рамках дней пройдет ряд деловых встреч и круглых столов. Сфера интересов весьма обширна. Здравоохранение, образование, градостроительство, молодежная политика. Невысокие темпы сокращения складских запасов, низкий уровень экспорта, а также нарастающий в том числе за счет недобросовестных поставщиков импорт, приводят к дефициту во внешней торговле. В правительстве сегодня подводили итоги за 9 месяцев текущего года. Прогнозные показатели выполнены не полностью. Реализованы не все инвестиционные проекты, а эффект от модернизации на некоторых предприятиях слишком низкий. Премьер-министр раскритиковал деятельность отдельных ведомств и местную власть, а также дал ряд поручений. Сегодня решения должны быть жесткими и однозначными, и нельзя никому прощать безответственные заявления и неисполнительность. К сожалению, у нас, у целого ряда руководителей, просматривается такая тенденция, значит, слово дать, но его не сдержать. Многим присутствующим в этом зале необходимо усвоить золотое правило экономики, что кредиты надо возвращать, а обещания выполнять. Это к тому, что целый ряд руководителей сегодня берут кредиты, не думая об эффективности проекта. Особое внимание обратили на рентабельность предприятий. Показателями успешной работы должны выступать средства на счетах и экспорт товаров с привлечением валютной выручки. В частности, вдвое снизился этот показатель в сельском хозяйстве. Не полностью реализованы планы по возведению сборочных производств и новых предприятий. Как отметили сегодня в правительстве, недоработки в исполнении социально-экономических прогнозных показателей должны быть учтены в следующем году. Более 70% интернет-магазинов работают с нарушениями. Таковы результаты мониторинга, который провело Министерство торговли. В то же время сумма штрафов, которую заплатили недобросовестные продавцы, всего около 15 миллионов рублей. Это связано, во-первых, с достаточно небольшим размером санкции, а также с тем, что чаще всего предпринимателям выносится предупреждение. И лишь в случае невыполнения этих рекомендаций применяются штрафные санкции. Основные нарушения, которые выявляются в ходе проведения мониторингов, это отсутствие сведений о продавце, отсутствие сведений о его государственной регистрации. Также зачастую цены указаны в иностранной валюте. Также отсутствует информация о возможности дистанционного перечисления денежных средств. Например, электронный кошелек, перечисление средств на расчетный счет. Мы направили определенные предложения заинтересованным госорганам по поводу ужесточения штрафных санкций. В то же время, значит, к субъекту хозяйственного, которые не реагируют на наши рекомендации, позволяют себе повторные нарушения, либо грубые какие-то нарушения, мы инициируем вопрос обращения к владельцам доменов по поводу закрытия данных интернет-ресурсов. 40 метров чистого искусства. В Гомеле появилась галерея граффити, посвященная чемпионату мира по хоккею с шайбой. Напомню, соревнования стартуют в Минске в мае 2014-го. Гомельские художники, как любители, так и профессионалы, за полгода до этой даты превратили железобетонный забор автосервисов в тематическую выставку картин под открытым небом. Далее в выпуске спортивное обозрение Эльмира Хоровец. Полная информационная картина дня в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго и приятного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok